Ну что ж, начнем. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые гости, спикеры. Добро пожаловать на сессию «Привлечение и поддержка казахстанских талантов из-за рубежа». Сессия проводится в рамках празднования третьей годовщины казахстанской PHD-ассоциации в Великобритании при поддержке Казахстанско-британского технического университета. Хотелось бы выразить благодарность представителю КБТУ, господину Марат Пекуту Липергеновичу, который сегодня с нами, за оказанную поддержку, партнерство нашей ассоциации и за предложенную идею проведения данной панельной сессии. Меня зовут Гульсун Кульшарова, я буду модератором данной сессии. Я сама являюсь выпускницей программы PHD университетского колледжа Лондона в Великобритании в области биоинженерии. В данное время преподаю и занимаюсь исследовательской деятельностью в Назарбаеве университет в области разработок 3D-платформ и материалов нового поколения для биомедицинских приложений. Тема нашей сессии сегодня «Привлечение и поддержка казахстанских талантов из-за рубежа» на сегодняшний день очень актуальна. По данным статагентства РК за 2019 год, пятый год идет рост эмиграции из Казахстана. Среди людей, уезжающих из страны, есть немало квалифицированных кадров, в том числе и с зарубежным образованием. Зачастую выпускники зарубежных вузов не могут найти подходящие возможности в Казахстане, знакомые с этим, либо находят, но не видят перспектив карьерного роста, или же не удовлетворяются корпоративной культурой. В связи с этим и, возможно, рядом других причин, молодые специалисты принимают решение, к сожалению, об отъезде из страны зачастую. Также часто молодежь решает остаться за рубежом на этапе обучения уже. Таким образом наблюдается утечка кадров, отток специалистов. Становится тяжелее удержать квалифицированные кадры в стране. В то же время некоторые представители нашего правительства выступали с предположениями, что ситуация не так критична, так как миграция и мобильность людей наблюдается по всему миру, и в Казахстане не исключение. В таком случае возникает вопрос, как удержать специалистов, и какие изменения должны быть на рынке труда для привлечения талантов в Казахстан. На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить во время нашей сегодняшней сессии. В частности, мы попробуем раскрыть, какие возможности существуют для молодых ученых и специалистов на данный момент, и какие меры предпринимает наше правительство для удержания и привлечения квалифицированных кадров из-за рубежа. Итак, у нас сегодня в гостях три спикера-эксперта. Первый выступит, первый проректор КБТУ, кандидат в физико-матемическую науку PHD Габдулин Маратпек Тулепергенович. Позже мы дадим слово председателю Координационного совета HR-ассоциации Казахстана Раисовой Гульмире Булатовне. Также выступит руководитель проекта «Атлас новых профессий и компетенции в нефтегазовой и энергетической отраслях Республики Казахстан» Олег Мецик. После всех презентаций у вас будет возможность, дорогие зрители, задать нашим уважаемым спикерам вопросы в чате, которые я позже озвучу. Итак, я предоставляю слово Маратпеку Тулепергеновичу. Маратпек, пожалуйста. Добрый день всем. Спасибо огромное. Для меня это большая честь выступить сегодня в обсуждении. На самом деле вопрос этот очень, как говорится, горячий. Как говорится, ни одна развитая страна не может достичь или вхождения, как мы ставим перед собой задачу Казахстан, вхождение в 30-ку, 50-ку развитых стран. Но без своей системы образования, без отечественной науки, конечно, эти цели тяжело достижимы. Поэтому большое внимание мы должны уделять в первую очередь для подготовки кадров. Те, кто в будущем смогут нести это знамя, задумываться и работать на благо нашей страны. Конечно же, весь мир сегодня борется за привлечение талантов. Поэтому и такая миграция, особенно вузы. Те, которые создадут лучшие условия, туда молодые, талантливые, как говорится, студенты, докторанты и поедут. В этом, конечно же, лидирует это США, не жалея, вкладывая в развитие, в лаборатору, в инфраструктуру, создают все условия для ученых. В этом направлении мы должны тоже искать свою нишу, бороться. На сегодняшний день наш университет, Казахстанско-Пританский технический университет, старается максимально обратить на это внимание. Буквально три года назад руководством университета обсуждали с ректором Кинжбек-Нязычем Брашевым о пересмотре, как говорится, структуры в нашем университете. И больший крен сделать на магистратуру и докторантуру. Не только бакалавриат, но и готовить уже для себя будущих преподавателей, будущих ученых, которые могли бы работать, развиваться, исследовать на благо нашей страны. И сегодня с уверенностью могу сказать, что у нас представлены все три ступени образования. Бакалавриат, магистратура и докторантура. Конечно же, в будущем мы рассматриваем создание и запуск постдокторантуры. То есть это четвертая ступень, когда молодой ученый, докторан только защитившийся, он еще не является полноценным ученым. Ему необходимо время для самостоятельной работы, чтобы уже стать полноценным ученым, находить задачи среди моря актуальных проблем и методы, как их решить. Поэтому для нашего университета также это большая задача. Я думаю, не только для нашего университета, вообще и Министерство образования должно в ближайшем будущем поставить такие цели и запустить систему. На сегодняшний день я знаю, что в двух университетах постдокторантура работает. Это Казну имени Альфа-Рады и Назарбаев университет. И это необходимо. Если мы хотим развивать свою науку отечественную, привлекать таланты, то такие программы нам просто необходимы. Если говорить о структуре университета нашего, то в нашей структуре помимо самого университета, помимо исследовательских лабораторий университета, имеются два больших академических института. Первый – это институт химических наук имени Бектурова, который еще в 1945 году был открыт. Покрывает все направления, связанные с химией, с нефтехимией, органической, неорганикой. И второй институт – это институт катализа топлива и электрохимии имени Сокольского. Основные задачи, ставящие перед собой сегодня, это, конечно же, максимально направить нашу науку на интегрированную с индустрией. С индустрией, с нашими нефтеперерабатывающими заводами, с нашими нефтедобывающими заводами. Поэтому третий институт наш – это институт инжиниринга информационных технологий. Да, IT на сегодняшний день не только, как говорится, важен для Казахстана, но и для всего мира, особенно в период пандемии, карантина. Все поняли, что за IT-технологиями в будущем и у нас в структуре университета имеется свой институт, который занимается коммерческими направлениями в области IT. Конечно же, развитие всех этих трех институтов без молодых ученых, без подпитки со стороны ПСД докторантов невозможно. И в этом плане мы хотим со своей стороны, конечно же, создать наилучшие возможности для привлечения молодежи докторантов, которые за рубежом учатся, которые должны будут вернуться, приехать сюда и продолжить свой уже жизненный путь именно в Казахстане. Для этого мы приложим максимальные усилия. Кроме этого, Министерство образования, все, наверное, заметили, ученые, что только в этом году уже за последние полгода было объявлено более пяти конкурсов. Конкурсов по грантовому финансированию на 27 месяцев. Буквально недавно результаты были объявлены по восьми всем приоритетным направлениям развития науки в Казахстане. Для молодых ученых создаются условия. Те молодые ученые, которые только закончили ПСД, еще не могут соревноваться с матерными, как говорится, академиками, учеными, профессорами. Для них запущен был отдельный конкурс еще с прошлого года. В этом году уже второй конкурс для молодых ученых, где конкуренции меньше и в основном среди молодых. Когда действительно было возмущение среди них о том, что профессора, уже матерые ученые, не дают возможности молодым развиваться. И эти конкурсы, я думаю, очень хорошая поддержка для того, чтобы молодежь наша не уходила, а могла попробовать уже подать проекты, развивать их, выигрывать. И заниматься своими собственными исследованиями. В этом плане, я думаю, Комитет науки сейчас оказывает очень большую поддержку с Министерством образования, в которых наш университет также принимает активное участие. Только по первому конкурсу мы выиграли 8 грантов. Ждем, не дождемся, чтобы приступить к осуществлению, к исследованиям в рамках этих проектов. Я сам выиграл один из грантов по направлению наноуглеродных материалов для развития, для создания энергосберегающих систем, аккумуляторных систем. Поэтому, как руководители проекта, всегда оставляю вакансии за собой, для того, чтобы можно было в любое время принять на эти должности молодых ученых, докторантов PHD. Неважно, учатся они у нас в университете или они из другого университета. Если их направление хорошо совпадает с этим направлением, то с удовольствием мы рассмотрим. Направления, которые ведутся в нашем университете, широкий спектр. И в нанотехнологиях, на стыке всех направлений физики, химии, биологии, медицины ведутся у нас. В направлении электроники сегодня мы осуществляем один из грантов по фонду науки по разработке отечественных инверторов для светодиодного освещения, для энергосбережения. Хороший проект, и я надеюсь, что в этом году мы сможем запустить его усилиями наших ученых, отечественных разработок. Патенты имеем мы на это, и евразийские патенты получили. Совместно с производством Касттехникус, я думаю, этот проект запустим. И также у нас освободится большое количество вакансий, на которые мы с удовольствием, молодежь привлечем к этому проекту. По экологии хорошие проекты у нас также в рамках фонда науки одного из нашего института, института катализа топлива электрохимии Сокольского, где уже запущено в городе Алмате у нас производство по созданию своих нейтрализаторов вредных газов. Проекты мы уже, лабораторные образцы, мы уже проводили испытания на нефтеперерабатывающих заводах, там, где имеются печи подогрева нефти. Также вопрос рассматривается и на ТЭЦ, и сейчас ведем переговоры с крупными компаниями по оснащению крупных автомобилей, КАМАЗов, машин для уменьшения как раз-таки вредных выхлопов. В этом направлении также мы готовы, как говорится, рассмотреть, привлечь и для нас молодежь на сегодня, можно сказать, основной драйвер развития этого всего. Поэтому мы открыты, наш университет открыт, мы готовы рассмотреть. Конечно же, не так. Иногда часто приходит, что молодежь приходит, и тут же завтра же дайте нам работу, дайте нам это. Нет, сейчас и университет рассматриваем, мы подачу грантов на международные конкурсы, и здесь привлечение докторантов, особенно из-за рубежа, которые заканчивают, учатся с их навыками, было бы очень кстати. Поэтому мы открыты и всегда готовы пойти навстречу молодым PhD-докторантам, ученым, которые хотели бы в будущем связать судьбу вообще с казахстанской отечественной наукой, более подробно. Кто хочет подать, пожалуйста, более подробно сделаем экскурсию по всем направлениям, по всем исследованиям, которые мы ведем, и в будущем планируем развивать. У нас очень хорошо представлены и альтернативные источники энергии, своя лаборатория есть, уже производим свои солнечные батареи. Мечта, сейчас мы уже начали на крыше нашего университета, здания, устанавливать свои собственные солнечные панели для того, чтобы часть электроэнергии затрат нашего здания перевести уже на альтернативные источники энергии. И в этом направлении мы также готовы, с удовольствием поработать. Спасибо большое, с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо большое, Морис Пектор Ильбергенович. Радует, что все-таки есть возможности для молодых ученых, для молодых специалистов, которые сейчас возвращаются из-за рубежа или же которые заканчивают свои степени здесь. Теперь, если мы перейдем на более обширную дискуссию, как я и отметила до этого, одним из факторов утечки мозгов в Казахстане является, например, некоторые молодые специалисты не удовлетворены, например, корпоративной культурой, и они решают уехать. И, в частности, именно менеджмент человеческого ресурса очень важен. Поэтому следующее, мы более перейдем сейчас, какие программы вообще сейчас проводятся в Казахстане в борьбе с утечкой мозгов и как привлекать талантов из-за рубежа. Пожалуйста, слово Гульмира Платтана. Спасибо большое, Гульсо. Хорошо ли меня слышно? Да. Спасибо большое. Вот по предварительной договоренности с организаторами сегодняшней конференции я два вопроса затрону. Первый – это расскажу про индекс структурной гибкости рынка труда. Вы знаете, этот индекс рассчитывается во всем мире. Компания White Shield Partners, которая разработала этот индекс. Ну и почему я сейчас хочу представить, потому что в этом году в Давосе, 21 января был отдельный круглый стол по презентации результатов этого индекса. И Казахстан был в фокусе, потому что три государства взяли как бы на дополнительное исследование по этому индексу. Это были США, Великобритания и Казахстан. И была презентация отдельно на круглом столе именно ситуации на рынке труда Казахстана. И вот в ходе… Просто вот два-три слова скажу об этом исследовании. Исследование, оно, конечно, сложное, оно включает очень много разных аспектов, которые берутся во внимание, чтобы рассчитать этот индекс. Там свыше 150 стран участвуют. И основное, наверное, это то, что Казахстан занимает 54 место. И сам этот индекс, вот как сами разработчики этот индекс интерпретируют, то есть это именно и есть комфортность людей найти ту работу, которая соответствует полностью их потенциалу, их желаниям и их квалификации. И вот все части этого индекса в конце концов приводят к тому, что мы можем сказать, какие рынки труда в мире наиболее привлекательны. И на первом месте, вы видите, находится Швейцария, да, это количество там… Ой, Казахстан находится на 60-м месте, да, вот, извините, на 60-м месте. А это вот количество баллов, да, то есть вот этот индекс, который сверху. И вот в первой десятке, конечно, это такие страны, как Швейцария, скандинавские страны, США, Сингапур и Великобритания. Вы видите, Казахстан на 60-м месте, и здесь еще очень важно, наверное, кто с нами соседи. И то есть вот как сами исследователи интерпретировали вот это наше место, что мы, видите, где-то там посрединке, где-то вот рядом с теми странами, с которыми мы, в принципе, можем и сравниваться. Но что особенно, почему был глубокий фокус на Казахстан, потому что именно про ООН профинансировали дополнительные исследования по Казахстану вместе с Астанинским хабом государственной службы и сделали больше акцент на региональных рынках труда. И вот здесь вот что важно, мне кажется, тоже для молодых выпускников, то, что в целом, вот, допустим, Казахстан там на 60-м месте, но в то же время ситуация очень разная. То есть Алматы и Нур-Султан – это один рынок труда, одни комфортные условия для работы, а Туркестан, Мангистау, Тукшитау или Петропавловск – это совершенно другие условия труда, поэтому здесь тоже исследователи сказали о том, что вот это 60-е место – это средняя температура температура по больнице, да, вот как 36,6, да, а на самом деле Нур-Султан, допустим, и Алматы – своя специфика, да, и регионы – своя специфика, и в результате вот анализ был поставлен на том, что есть лидеры по устойчивости рынка труда, да, вот Алматы и Нур-Султан, допустим, а есть лидеры, в которых очень хорошая ситуация в Павлодарской, допустим, области, да, но есть определенные проблемы с населением, связанные с демографией там, и как раз вот с выездом населения, да, пробежь, есть совсем отстающие области Туркестанская, Жамбутская, Казалардинская, Караганда, Кмолинская и Кустанайская СКО, в которых очень сложная ситуация, да, и я думаю, что вы, как потенциальные кандидаты на работу, в последнюю очередь действительно будете рассматривать эти регионы, да, для того, чтобы подавать туда какие-то работы, ну, и такая вот как бы средняя ситуация, где есть потенциал хороший, да, но его надо развивать, это Шимкент, Атерау, да, и Алматинская область, поэтому я здесь хотела сказать, что вот это исследование было с большим интересом в Довосе рассмотрено, да, и всему сообществу, там очень, конечно, много было аудитории, которые пришли на этот круглый стол, сообществу было интересно узнать про Казахстан, да, и про ситуацию в Казахстане. Ну, и так как мне всего 7 минут дали на выступление, я еще очень кратко расскажу об одной программе, руководителем, которой я являюсь, это программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, эта программа была инициирована Академией Эльбасы фонда первого президента и правительством Казахстана, и она заключалась в том, что Академия Эльбасы как корпоративный фонд фонда первого президента в прошлом году инициировала разработку лидерской программы, программы повышения квалификации, развития, да, людей с хорошим потенциалом, как зрелых профессионалов. И в рамках этой программы, в рамках того, что решили, что можно выделить определенные средства на обучение и развитие, то вот наше предложение как экспертов в области управления человеческими ресурсами было в том, чтобы не просто собрать какой-то пул людей и обучать каким-то курсам, да, а больше выбрать задачи какие-то конкретные, практические, очень актуальные, и через решение этих задач проводить обучение и развитие, то есть так называемое обучение действиям, да, и правительство вот из своей там повестки, актуальной повестки задачи выбрало 37 задач из 11 отраслей, и были, ну это очень конкретные отрасли, например, водные ресурсы, геологоразведка, здравоохранение, там, образование, медиа и так далее, и в каждой отрасли были выбраны очень конкретные задачи, две, три задачи и так далее. Дальше мы объявили набор, да, набор в январе месяце о том, что привлекаются все желающие участвовать в этом проекте, попробовать решить эти задачи правительственные, да, государственные, и взамен получить обучение и развитие, необходимое для решения этих задач. И вот знаете, очень интересно, мы собирались взять в эту программу 200 человек, то есть это волонтерский проект, оплату не требовали, да, и она не предполагалась за участие в этом проекте, и мы думали 200 человек, вот мы соберем, где-то человек 600 к нам кандидатов придет, мы выберем из 600 200 и начнем с ними работать, к нам пришло 3000 человек. То есть вот этот запрос на изменения, потому что программа называется отраслевые менеджеры по управлению изменениями, так как вот эти задачи, это не просто задачи, а это те моменты, которые требуют кардинальных изменений в конкретных отраслях. И так как у правительства, действительно, у госорганов ограниченный кадровый ресурс, да, вот привлекли вот этот проект, чтобы взять компетенцию из рынка, да, усилить эту компетенцию из рынка такими профессионалами высокого уровня. И в результате мы вот с января вот у нас было как бы объявление об этом проекте, да, вот февраль длился, длилось привлечение, март-апрель мы потратили на отбор, были очень хорошие у нас ассессмент процедуры, и выбрали мы лучших из лучших. Вот это вот примерный портрет наших участников, 234 человека в конце концов мы выбрали. И потом, и вот эти 234 человека мы сгруппировали в команды. Каждая команда решала какую-нибудь задачу, да, которая вот здесь представлена, и каждому участнику команды разрабатывался индивидуальный план развития, оплачивалось все обучение, которое необходимо. Это были и групповые обучения, и индивидуальные обучения. Кроме того, была коучинговая поддержка, мощная, индивидуальный коучинг, был командный коучинг, да, там свыше тысячи часов коучинговой поддержки. И главные были менторы программы, а менторы программы, здесь не полный список, всего 60 где-то, 61 у нас ментор, и это одни из лучших, известнейших людей Казахстана и за рубежа. И, соответственно, команды вот отрабатывали с июня месяца вот по текущий период решения задач, и сейчас эти команды, они презентуют свои инициативы, свои решения премьер-министру и министрам. То есть у каждой команды есть свои стейхолдеры, это профильный министр и какие-то другие чиновники высокого звена. И вы знаете, вот я буквально, у меня с пяти до шести длилась очередная встреча с премьером, где две наши команды уже, ранее защитившиеся у него по своим решениям, уже с министерствами отрабатывали план реализации этих инициатив. И, честно скажу, вот у меня очень большая гордость, что я имею отношение к этому проекту, потому что те инициативы, которые отработаны профессионалами, они очень, ну, действительно, существенные, и они под другим углом зрения буквально на вот эти задачи, актуальные государственного уровня. И что бы я здесь хотела сказать, вот мы специально конструировали программы, команды таким образом, что есть лидер команды, допустим, зрелый человек с опытом, с лидерским потенциалом, есть эксперты и есть молодые специалисты. В каждую команду мы обязательно привлекали от одного до трех человек, людей без опыта, да, в каждой команде было, допустим, 5-7 человек, из них там от одного до трех, это люди без опыта, молодые, но с хорошим образованием, с хорошей мотивацией, потенциалом, но те, которые потом в этом симбиозе с экспертами, с хорошим опытом, да, учились именно действием, учились дискутировать, учились отстаивать свои точки зрения, учились выступать, потому что вот у нас были программы, где вот Сергей Гуриев, допустим, тоже участвовал, читал лекции и обсуждал кейсы, потом команды презентовали ему. Ну, я вот приведу один случай, когда в одной команде был молодой специалист, который, оказывается, очень почитает этого эксперта, но сам по себе он сказал, у меня проблемы в публичных выступлениях. И именно ему команда дала возможность выступить перед Гуриевым, чтобы он наработал этот навык, и вся команда ему помогала. Понимаете, это и есть изменение корпоративной культуры, лидерского стиля, не авторитарного, так, упал, отжался и сделал вот это, да, почему молодые люди бегут из Казахстана, доминирующий тип лидерства – это авторитарно, да, а именно развивающий, развивающий стиль лидерства, да, когда все поддерживают и даются максимальные возможности для развития, усиления, накачки своих навыков не только hard skills, да, но и софтовых. Вот такой вот небольшой пример, какие программы сейчас реализуются в Казахстане, ну и, в общем-то, до конца года мы эту программу реализуем, и я надеюсь, что те инициативы, которые наша команда отработает, они уже сейчас, ну, разрабатываются планы их реализации на очень конкретном уровне. Вот, спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я уложилась. Да, очень интересно, радует, что есть программы, и надеюсь, у нас, скорее всего, будут вопросы еще по вашей презентации к концу, но надеюсь, много результативная такая работа, она принесет много результатов в будущем. И теперь давайте перейдем к другой программе, да, атлас новых профессий, предоставим слово нашему уважаемому Олегу Мецку. Друзья, добрый вечер. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить. Так, мне, наверное, надо дать возможность демонстрации экрана. О, уже включено. Я, с вашего позволения, включу демонстрацию экрана. Послушав предыдущих спикеров, знаете, я, наверное, изменю значительно свой доклад. Почему? Потому что я все-таки планировал рассказать больше о самом атласе, но вот в виде постановки вопроса о том, что же сделать, чтобы наши выпускники, наши таланты не уезжали, я, наверное, немножко по-другому построю свое выступление. Во-первых, хочу сказать, наверное, что тема эта имеет ко мне достаточно большое отношение. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, я, наверное, тоже имел весь потенциал выехать из Казахстана и, наверное, как выпускник должен был это сделать. То есть я закончил там университет, школу в 15 лет, университет в 19 лет, учился в России и, наверное, по всем канонам и традициям должен был остаться в России или дальше, подтянув язык, двигаться куда-то дальше. Но по своему примеру скажу, что сколько предложений мне не поступало о том, чтобы переехать в Россию и куда-то дальше, пока они все были отклонены. Почему? Потому что я, возможно, я не так смотрю на рынок, но я в свое время, в шестом, седьмом, восьмом году занимался программой подготовки проводнических кадров для Казахстана, тогда только начиналась программа, которая сейчас называется «Деловые связи». И я видел ту глобальную проблему, которую создает сама университетская практика за рубежом. Мы брали, что, уже зрелых людей, отправляли их на шесть месяцев стажировки в Германию, они возвращались, и через два года наша программа государственная, финансирующая государством, получила огромные проблемы. Оказалось, что топ-менеджеров, которых мы готовили, отправляли на стажировку в Германию, которые шесть месяцев там жили, работали, по возвращению в Казахстан, были совершенно, ну, грубо так скажу, атрофированы к способности жить в нашем социуме. Они уже не могли выйти на работу, потому что там не было кофемашины, или кофемашина работала, но там не было пенки с молоком, и поэтому это безумно их раздражало, они не могли работать. Или, например, начальник их немного повышал голос, и поэтому они говорили, что вы себе позволяете, я не могу в таких условиях работать, и тому подобное. Я же, возможно, достаточно толстокожий человек, я всегда говорю такую позицию в нашем Казахстане, о том, что да, у нас авторитарный стиль управления, и шеф на меня может кричать, и пусть это делает, ибо мне за это платят деньги, спокойно покричит, успокоится. Это не имеет никакого ровного общения отношения ко мне как к личности, это просто такой стиль управления. Ну, то есть наш начальник, если не покричал, то что? Ну, он не поработал сегодня, скажем так. И в этом смысле я ярый сторонник, все-таки, вами, может быть, нельзя сказать, такой ярый патриот и сторонник Казахстана. Почему? Потому что я считаю, что многие позиции у нас в Казахстане гораздо лучше. Многие позиции у нас неплохо оплачиваются, многие условия у нас существуют, и потенциал для роста, потенциал для самореализации у нас огромен. Есть российский такой дизайнер Артемий Ребедев, я думаю, многие его знают, когда многие его упрекают, почему не едет работать на Запад, он говорит, а зачем? Там рынок сформировался, ужасная конкуренция труда, еще что-то, работая в России, я могу творчески реализовываться, огромные возможности, огромные ниши, огромное развитие. И поэтому, возможно, я вот так сейчас пока издалека начну свою презентацию, я, честно говоря, считаю, что в Казахстане огромный потенциал для роста и рынка. Единственный вопрос заключается в том, что, к сожалению, в Казахстане нельзя быть просто ученым. То есть нельзя просто быть хорошим биологом или хорошим экономистом или хорошим методологом, каким я являюсь. То есть нужно еще и быть в этом отношении таким хорошим, вот мне очень нравится эта программа по трансформациям. Я считаю, что каждый человек должен быть в глубине души способным к трансформациям. И если вот это сочетание в Казахстане сделает, то возможности для роста огромные. Я уверен, что вот моя коллега, которая выступала ранее по программам трансформации, она, наверное, подтвердит, что в Казахстане есть огромный запрос. Деньги в кавычках есть, задачи есть, но примерно появятся такие задачи. Люди, ну кто-нибудь, придите, сформулируйте проблему, скажите, как ее решить. Мы вас поставим на нужные должности и дадим деньги. Но, к сожалению, у нас таких людей нет, и мы не можем вот это сделать. И вот я очень рад, что появилась такая программа. Надеюсь, она будет успешна. Первый пилот покажет свою успешность. Но это действительно нам нужно. Вот одно из направлений для того, чтобы создать, опять же, новые возможности, является проект «Атлас новых профессий». Сейчас я уже ближе к нему пойду, быстренько по нему пробегусь. В Казахстане был реализован проект, этот он сделан был Министерством труда и социальной защиты. Всемирный банк помогал этому проекту. В общем, в чем была идея? Попытка была сформулировать, я видел в чате, какие же профессии будут востребованы. И вот мы собрали порядка около 2000 казахстанских экспертов для того, чтобы спросить у них, а что же в будущем будет востребовано, чтобы они сформулировали, как это будет развиваться. И быстренько пройдусь по этим вопросам. Методологию пропущу. Вот 9 отраслей, кому интересно, в которых проводилась такая работа. Сейчас на сайте INBKZ уже начинают публиковаться первые результаты. И вы можете посмотреть это мнение казахстанских экспертов, куда будет двигаться отрасль и какие специалисты будут нужны по вот этим 9 отраслям. В целом эксперты разработали 239 новых профессий. Отмечу для всех, так как здесь многие, я так понимаю, участники, кто учится за рубежом. Под новыми профессиями подразумеваются профессии, которые не существуют в Казахстане. Когда многие просто нам говорят, ой, ну что вы нового придумали? В Лондоне уже давно готовят таких специалистов. Ну, отлично, мы рады за Лондон. Но где казахстанская компания возьмет этого специалиста с дипломом, который может здесь работать? Потому что, да, этот лондонский специалист приедет, но он скажет, без кофе с пенкой я не могу работать, и зарплата должна быть минимум 2000 фунтов. И в этом смысле, возможно, он прав. Но казахстанская компания должна получить специалиста, который готов работать у него на предприятии в Павлодаре, в алюминиевом заводе. Жить там, жить в этих условиях и там работать. И, к сожалению, наверное, человека, которого несколько раз вытащили из определенной среды, очень сложно потом туда поместить. Почему? Потому что, понятное дело, что люди, вот вы правильно сказали вначале, что западный мир, особенно США, очень активно вкладывает деньги в создание кампусов, в создание условий, чтобы талантливые люди уезжали. И это правильно. Мы, к сожалению, этого сказать не можем. Но опыт показывает, что все-таки резервы для того, чтобы обучаться внутри, обучаться здесь, они существуют. И вот предприятия попытались это сформулировать. Поэтому еще раз, новые профессии – это для Казахстана. Ни в коем случае они не претендуют на мировую известность. И вот КБТУ, что очень импонирует, очень активно участвовал в разработке многих атласов. Это и нефтянка, и энергетика. Я видел, и в IT было. То есть, на мой взгляд, КБТУ – один из таких, наверное, самых интересных вузов Казахстана. Почему? Потому что у него, на мой взгляд, очень интересное сочетание вот тех факультетов, специальностей, которые, на мой взгляд, за счет коллаборации могут дать большие результаты. Вот. Двигаясь дальше, чтобы показать, что, я, наверное, быстренько пройдусь, саму методологию, и потом, если будут вопросы, про них скажу. То есть, вот мы взяли за основу вот эти шесть трендов, что будет однозначно роботизация и автономность систем управления будет в Казахстане внедряться, хотим мы или не хотим. Удаленное управление будет развиваться, сокращаться запасы сырья будут, надо что-то с этим делать. Рост экологических требований. Уже сейчас, кто знает нефтянку, энергетику, очень сильно зажимают требования, новые поколения нового требования. То есть, вот, когда я сказал, что наши рабочие не готовы без кофе с хорошей пенкой работать, это вот новые требования. Если предприятие их не учитывают, к сожалению, привлечь даже краснавских целесов нельзя. Вот у нас наши одни партнеры, с которыми мы работали, на строительном предприятии выделили один кабинет и сделали там что-то вроде кофейни, когда во время перерывов сотрудники могут прийти, выпить кофе и что-то по брейдшторме, поговорить, потому что вот сама среда, когда ты из-за компьютера встаешь и идешь в такое пространство, она стимулирует к тому, чтобы быть более творческим. Вот новое поколение, оно очень новые требования предъявляет. И в Казахстане очень большая сейчас огромная проблема для нефтяных и энергетических компаний. Это в основном предприятия, работающие в моногородах, и поэтому как привлечь людей и удержать их в моногородах, потому что люди обычно, когда дети вырастают, уезжают с границей учиться, за ними уезжают. И вообще в целом для западных регионов, для Павлодара, особенно вот там, почему идет устаревание населения, потому что молодежь уезжает и удержать в этих городах очень сложно. И компании, которые не будут давать эти новые возможности для компании, новые требования, к сожалению, их потеряют. Так, быстро так пройдусь, что какие возможности? Смотрите, мы когда говорили об этом проекте, мы попытались сделать одну важную вещь. Мы пытались донести министерству, что даже если сейчас наша профессура, наши вузы начнут готовить специалистов, они будут не востребованы. Почему? Да потому что фактически экономика не сможет их взять. Как бы мы ни говорили о новых специальностях, если в экономике, конкретном предприятии, не существует химика или нанохимика, который решает задачи, он посидит, на базар не пойдет работать, он лучше уедет куда-нибудь, где его навыки будут востребованы. И вот поэтому мы сейчас начинаем проект локализации. Со следующей недели запускается проект в Павлодарской области для того, чтобы максимально начать раскручивать и вовлекать не только образование, но и промышленные предприятия, чтобы они понимали, что нужно готовиться к принятию новых специалистов. Это специалистов в области IT, это новых химиков, новых экологов, новых биотехнологов. Почему? Потому что если мы это не будем делать, то наша экономика останется на индустриальном уровне. Мы за 10-15 лет в условиях такого достаточно жесткого, жестких программ со стороны России по вытягиванию квалифицированных кадров, а Россия сейчас проводит такую политику, мы, по сути дела, очень многое потеряем. И вот здесь, пока я рассказывал, вы могли посмотреть те направления, которые можно запускать и где можно зарабатывать деньги. Вот, например, четвертое, возьму рециклинг. Потрясающе. Я, к сожалению, не химик. Я, когда начал этой темой заниматься, я очень пожалел, что я не химик. Почему? Потому что вот в вопросах переработки, в вопросах доизвлечения у Казахстана огромнейшие возможности. Вот я даже сейчас, наверное, пропрыгну в свои презентации. Я специально запасся множеством слайдов, потому что думал, если будут какие-то вопросы, обсуждения. Но вот приведу пример казахстанской одной компании. Вот здесь она показана. Компания начала заниматься чем? Начала заниматься доизвлечением фалтационным методом золота на металлургических предприятиях. В итоге они сейчас извлекают до 3-5 граммов золота на тонну. И очень этому рады. Сейчас их оценили уже в 40 миллионов долларов. Мы с ними разговаривали. Они говорят, сейчас мы проводим обкатку. Если все докажем, то нас обещают канадцу купить за 100 миллионов долларов. Вот тоже там их несколько человек, 5 человек, которые этим занимаются. Там, по-моему, три химика. И остальные ребята, которые занимаются организацией, помощью там и тому подобное. То есть к чему я? Возвращаясь к вот этим направлениям, в ближайшие годы, хотим мы того или не хотим, Казахстан будет обязан инвестировать вот в эти направления. То есть удаленное управление, экиптель, механика, телеметрия. Если вы в этом направлении работаете, это потрясающий спрос в Казахстане. Открывайте компании, и у вас будут покупать услуги. Почему? Потому что спрос огромный. Наши металлурги, энергетики готовы это ставить, готовы кредитоваться. Вот мы работаем с Ержи, они говорят, друзья, у нас открыты кредитные линии. Предлагайте ваши проекты, мы будем кредитоваться, брать там миллион, два доллара, сколько нам надо. Если вы доказываете экономическую эффективность, нам проще взять кредит, установить, обновиться и двигаться дальше. Но наши выпускники, они делают такую позицию. Я приехал, я отучился, я должен получить, меня должны уговорить работать. Поэтому я со всеми выпускниками, и вот сейчас со студентами, когда работаю, я всегда говорю, друзья, современный мир, он не мир специалиста. Условно говоря, вот 20 век, это был век специалистов, инженеров. Это были люди, которые сидели в кабинетах, занимались наукой, творили. И вот это был их век. 21 век, это больше век художников и творцов. То есть, если вы не предлагаете, вы не делаете прототипы, вы не делаете хотя бы минимальные бизнес-модели, то это означает, что вы уйдете с рынка. Возможно, мою позицию многие могут не разделить, но моя идея заключается в том, что современный мир, вот это движение фриланса, движение свободы, открывает огромные возможности, когда этим можно заниматься. И Казахстан, это как раз та территория, где можно еще с нуля начинать открывать определенные компании, объединяться и создавать определенные продукты. Уверен, что это можно делать. Вот мы сами сейчас тоже, видя эти возможности, начинаем делать первые шаги в сельском хозяйстве, начинаем пытаться договариваться, работать с ребятами, кто занимается рециклингом. Почему? Потому что огромные возможности, огромные компании, которые находятся на индустриальном уровне, их нужно переводить. И вот это очень и очень интересное направление, с которым можно поработать. Главная, наверное, мысль, которая была, вот смотрите, мы что попытались сделать. Основная идея заключалась в том, что мы признаем, что, допустим, если вы научились на какую-то одну специальность, вы не добьетесь успеха в Казахстане. Почему? Потому что, ну, как бы, полет – это два крыла. Должно быть и образование, и промышленность. Но специфика такая, что промышленность, вот мы какую идею постоянно подчеркиваем, и сейчас в Минсоцтруда эту идею продвигаем. Минсоцтруда, мне кажется, все-таки рассуждает конкретными профессиями, специальностями, но не рассматривает их кластерно. Мы понимаем, что, например, для того, чтобы построить удаленное управление, нам нужны специалисты определенного класса. Нужны специалисты по телеметрии, нужны айтишники, которые все это заставят работать, нужны аналитики, которые соберут данные. И если у нас появился либо айтишник, либо телеметровщик, система работать не будет. Только комплексная сборка вот этих профессий дает возможность реализовать новый проект. Вот здесь мы попытались собрать цифры, что, допустим, в работе нефтеодачи, прирост. Безлюдные месторождения, сокращение занадтости – это очень хорошо. Допустим, вот я, большой сторонник предиктивной аналитики, считаю, что в ближайшие пять лет это огромная ниша, которая создаст огромные возможности для Казахстана. Не секрет, что во многих промышленных предприятиях коэффициент технической готовности, то есть способность работать оборудование очень низкая. Старое оборудование ломается. И вот благодаря, опять же, цифровым решениям, благодаря аналитике, кибернетическим логическим моделям можно значительно КТГ повысить. И вот, например, если сейчас выйдет на рынок компания, или вы этим занимаетесь с точки зрения алгоритмов, и скажете, что мы готовы построить для какого-то ТЭЦ, для какого-то металлургического производства аналитику, который даст возможность сделать предиктивную аналитику с руками и ногами. Почему? Потому что нужно видеть вот эти ниши. И мы считаем, что вот в определенном роде ассоциации, в нашем понимании Минсус труда, они должны не просто публиковать, какие профессии нам нужны, а именно публиковать то, какие большие кластерные направления сейчас могут развиваться, куда надо идти, где нужно создавать определенные компании, скажем так, чтобы это заработало. Потому что вот я понимаю наших выпускников, когда ты получил хорошее образование, написал интереснейшую дипломную и диссертационную работу, возвращаться куда? Куда ты будешь вставляться? Когда нет инфраструктуры, когда ты не видишь на 5-10 лет вперед, куда твой проект вырастет? Я сейчас готов инвестировать деньги в ту же предиктивную аналитику. Я понимаю, что я найму айтишников, я найму этих ребят, и мы создадим этот проект. Но я вижу его в горизонте 5-10 лет. А вот, допустим, та же гимификация, допустим, тот же Ефи сейчас совместно с Ержи начинает делать проекты, когда в год компании повышали квалификацию 5-10%. Вот сейчас они уже дошли до 20%, хотя через 3-4 года эти 90% персонала будут проходить переобучение. Понятное дело, что классическими педагогами с лекциями у доски ты это не сделаешь. Это цифровые решения, это видеоматериалы, это какая-то гимифицированная форма игропрактики. В этом направлении, если вы двигаетесь, вы создадите огромный потенциал для Казахстана, потому что у нас люди, на мой взгляд, очень трудолюбивые. Если я пока, прошу прощения, сравниваю постсоветское пространство, но люди, кто учился на Западе, может быть, здесь меня поправят. В случае зрения постсоветского пространства нас, казахов-казахстанцев, нельзя упрекнуть в лености. Мы работаем, блин, 7 часов, ой, 7 дней в неделю, согласитесь. Мы работаем, не покладая рук. У меня один инстажер, уехав в Россию, решил там сделать бизнес-проект маленький, решил после рабочего дня остановить машину, чтобы подъехать и помочь ему по строительству. Он останавливает, и ему говорят, что хочешь? Он говорит, ну вот предлагаю вам денег подзаработать. Тебе говорят, нет, нет, у меня рабочий день закончился. Он говорит, ну как, в смысле? Ну я понимаю, я специально остаюсь, чтобы после рабочего дня тебя украсть и заплатить тебе деньги. Он говорит, нет, у меня рабочий день закончился, я поехал отдыхать. Мы трудоголики, мы, мне кажется, становимся нацией трудоголиков. И это, с одной стороны, с точки зрения экономики, классно. Но если вот мы поймем новые технологии в работе с оборудованием, новые технологии в геймификации, новые технологии в нефтехимии, безлюдных месторождений и тому подобное, мы, мне кажется, за 10 лет очень сильно спрогрессируем. Вот опять же, для энергетики, вот мы сработали, вот я, например, прям влюбился в биоэнергетику. Она мне нравится. Почему? Потому что есть у нас, вот я посмотрел, 42% населения живет на селе. И если мы, наши села, будем рассматривать не только производство сельхозпродукции, это мясо, зерно, еще что-то, но и как энергосистему, то есть выращивание биотоплива, получение тепла на местах, это позволяет нам круглогодичное сельскохозяйство развивать. Это потрясающая потенциальная ниша, куда можно двигаться. И технологии, в чистом виде, нужны несложные. Если здесь есть биологи, которые учатся, опять же, давайте спроектируем какую-то биоустановку, казахстанцы начнем производить, продавать в селы и начнем это делать. Государство, я уверен, скажет, слава тебе, Господи, кто нашелся, сказал, что сделать, вот вам деньги, давайте экспериментировать. Вопрос сейчас в Казахстане, на мой взгляд, это вот кластерно, опять же, возвращаясь к предыдущему докладчику, который говорил о прогректах по трансформации, это вот кластерный подход, когда не просто одного биолога переводят, а берут биолога, технолога, химика, их сажают за один стол и говорят, друзья, через три месяца мы должны разработать биогазовую установку, которая будет давать и топливо, электричество и тепло, потому что мы подключим теплицу. Для центрального и северного Казахстана это будет просто бомба. Почему? Если мы здесь перейдем на круглогодичное сельское хозяйство, это будет супер. Почему? Потому что потенциал у нас большой, и в этом направлении можно работать. Допустим, вот опять же, по энергетике здесь, вот Марат Тулебергенович выступал, да, огромные тоже возможности. Мы закупаем достаточно много балансировочных мощностей. Вот то, чем он занимается, аккумуляторная система, тоже потрясающая вещь. Если мы сейчас решим проблему аккумуляторную, то мы можем очень активно начать развивать альтернативную энергетику и балансировать, ну, как бы она будет реально балансирующей мощностью, потому что сейчас она больше разрушающая система. Традиционная энергетика очень ругается на альтернативщиков. Почему? Потому что они дают вот эту вот несистемность и тому подобное. Поэтому множество направлений интересны. Дальше вот мы начали, поэтому министерство пытались доказать, что появляются новые ниши труда. То есть, вот, допустим, рынок труда альтернативной энергетики. Это не просто эксперт по альтернативной энергетике, который знает, как из ветра получать энергию, да. Это рынок труда, где нам нужны и механики в этом направлении, и ученые в этом направлении. Только соединив их всех, у нас появляется целая отрасль, ну, под отрасль, скажем так. Вот это, наверное, главная мысль, которую я хотел донести с точки зрения того, чем занимался Атлас и чем он хотел сделать. С точки зрения перспективных, ну, здесь вот попытка описать, чем эти люди будут заниматься. Это уже не будущее, это уже наступившее будущее. Но для Казахстана нужна очень большая часть рабочих, имеется в виду инженеров, с вот таким вот взглядом. Я, наверное, чтобы сказать вот о том, что нужно в Казахстане, вот про грамотность. Вот мне кажется, я с чем сталкивался, я, правда, работал со взрослыми людьми, но это, наверное, ближе как раз-таки к магистратуре и докторантуре. Мы отправляли, когда по своей программе подготовки управленческих кадров руководителей, мы столкнулись с этой проблематикой большой, связанной с тем, что по возвращению мы получили, к сожалению, не столько людей, готовых к новым вызовам, сколько немного, скажем так, тепличных немножко людей, которые приехали, сказали, что ну вот, теперь я приехал из Германии, теперь я немецкий эксперт, если вы не создадите мне условия, я работать не буду. И вот мы с этим столкнулись, и, к сожалению, наша программа, вот эта государственная, она начала сразу катиться вниз. Почему? Потому что первые руководители перестали отпускать своих, ну, кадровый резерв свой на обучение, потому что в итоге, что происходило через 6-9 месяцев, эти люди увольнялись, потом они долго искали работу в Германии, не находили ее, пытались устроиться здесь. И вот, на мой взгляд, эта вся сложность связана с чем? Отсутствие эмоциональной эволюционной инновационной грамотности. То есть, на мой взгляд, в Казахстане, благодаря нашему трудоголизму и очень хорошей академической подготовке, я все-таки, несмотря на то, что многие критикуют наши вузы и говорят, что на Западе образование лучше, я буду вот прям вот ярым противником, в чем? У нас хорошая академическая подготовка, у нас хорошая математическая школа в Казахстане, у нас хорошая химическая и физическая школа. Да, в передовой наумке, в научных исследованиях, да, мы, возможно, отстаем с точки зрения того, что у нас не хватает лабораторного оборудования и еще что-то подобное. Но с точки зрения подготовки базовых специалистов, для того, чтобы они могли обслуживать экономику, не делать прорывные научные исследования, туда я не иду, хотя я сам аспирант, но туда я не иду. Почему? Потому что, да, там существует проблематика, туда я не иду. Но вот, чтобы дать базовую подготовку, она у нас, на мой взгляд, достаточно хорошая. Все, кто хочет ее получить, найдут. И есть и РФМШ, и есть и ниши, и есть педагоги, которых можно нанять, с которыми можно учиться. Но вот чего нам, я считаю, не хватает, это вот готовности, свои таланты научные монетизировать. И я считаю, что в Казахстане такая возможность существует. И, конечно, вот побольше бы проект программы, о которых говорила, могу ошибиться, Гульмира по существу не запомнила. Гульмира? Гульмира была. Можно без отчества? Да, Гульмира говорила. А вот побольше бы таких координационных, интеграционных проектов в Казахстане, чтобы приявить нашему выпускнику, докторанту, магистранту, вот эту культуру, мы это называли культуру MVP. Вот сейчас, когда делали форсайт по IT, мы признали, что фактически Казахстан, готовя айтишников, это просто такая большая школа, потом этих всех талантливых ребят вымывает либо Россию, либо Запад, а мы с этим делать ничего не можем. И вот одна из стратегий заключалась в том, что давайте приготовить не программистов, а MVP-шников. То есть людей, которые не просто кодят, а могут еще и продукт создавать. И начали говорить о том, чтобы прям со школьной скамьи начать учить детей создавать MVP-продукты. Вот вышел ты на дворовую площадку, да, ты видишь какую-то незаразрешенность, собираешь ребят и говоришь, а давайте сделаем какой-нибудь прототип, давайте сделаем что-то, чтобы решить наши проблемы. Потому что потенциал у нас есть, но вот в этом направлении усилий не хватает. Вот, с точки зрения еще направлений, в которых можно было бы сосредоточиться, вот атласы, атлас новых профессий, это больше наработка российская, но мы здесь просматриваем нас как ближайшие экономики, поэтому не стали ничего отдельно выдумывать. Где, где можно будет вот себя реализовать? Творческие индустрии, виртуальная экономика, человекоцентричные сервисы, даже вот, опять же, возьмите, создайте компанию, которая обслуживает, управляет домом на основе IT-технологий, сбора данных, хороших специалистов, и вы будете успешны. С точки зрения, опять же, того, чтобы заработать себе на жизни и заниматься каким-то любимым делом, наукой, исследованием и тому подобное. И экономика рециклинга, это вот у нас в Казахстане, всего того, что мы металлургический комплекс, добывающий комплекс, очень много отходов. Эти отходы всегда рассматривались как от потери, в экономическом рециклине участвовались. А вот сейчас, если их перерабатывать, можно очень много чего интересного из них извлекать, и вот в этом направлении сдвинуться, можно много чего достичь. Дальше у меня были примеры, вот как раз казахстанских успешных проектов, которые это делают творческие индустрии. Но здесь я взял российский пример. Артемий Лебедев привел к тому, что он создал нейросеть, которая делает уже дизайнерские работы. В этом смысле дизайнеры, это все-таки теперь уже вымирающая профессия нейросети, их побеждают. Ну и вот новые технологические секторы, это коллективная аналитика, цифровые двойники, применение АРГА, рачков для того, чтобы ремонтировать и обслуживать оборудование. Очень несложные вещи. Это не фундаментальные прорывные исследования. Это уже работающие конструкции, из которых можно собирать. И вот люди, имеющие магистрскую и докторскую подготовку, они помимо научной сельской работы, на мой взгляд, могут, если захотят, пройдя, допустим, полугодовую подготовку к такой продакт-работе, создавать интереснейшие продукты, создавать интереснейшие компании и зарабатывать на этом деньги. У меня все. Если будут вопросы, готов, тоже буду ответить на них. Спасибо большое. Спасибо большое, Олег Игоревич. Спасибо за очень интересную презентацию. В общем, да, можем сказать, что все-таки для выпускников, это, как вы отметили, новое поколение, новые требования. Но выпускникам, которые вот сейчас, и молодым специалистам, нужно подходить к этому вопросу обширно, не иметь какие-то там требования именно завышенные, возможно, но посмотреть. Я бы добавил, то есть не то что требования, а создавать себе эти условия. Вот приехали вы на Алюминии, Казахстан, нужна вам кофемашина с пенкой. Собираетесь, говорите, друзья, докажу вам, давайте скинемся, поставим эту машину, и мы за полгода заработаем на две новые машины. То есть я вот, может быть, я не знаю, может быть, то, что я заканчивал в факультете предпринимательства, то есть я считаю, что ученые – это просто, ну, как бы сказать, нераскрытый багаж денег, скажем так. И в этом смысле вопрос лишь заключается в том, что у ученых надо вводить курс, связанный с тем, что нужно себя адаптировать, нужно не принимать те условия, которые дает тебе работодатель, а трансформировать работодателя, предлагать ему свои условия, предлагать, как это сделать. И поверьте мне, многие руководители, не самодуры, если им сказать, что вот это приведет к результату, они многие поддержат, инвестируют в нужные условия и это сделают. Это, кстати, очень будет, как бы, подходит к нашей завтрашней презентации про предпринимательство. То есть, вот, пользуясь случаем, хочу напомнить нашим зрителям, что завтра будет сессия про предпринимательство. И думаю, для многих молодых ученых и ученых, исследователей, она будет полезна. Но давайте вернемся к теме нашего разговора сегодняшнего. Напомню, что сначала первый у нас Марат Бектурович выступил и рассказал про нынешние возможности, которые есть для новых, для стипендиатов и для выпускников, специалистов, в частности, в химических наук, да, имени Бектурова, вы сказали, институт катализа имени Сокольского, инженерных и цифровых наук, то есть для тех выпускников, для тех стипендиатов, которые заинтересованы в академическом сотрудничестве, двери к быту всегда открыты. Также второй панелист Гульмира Булатин затронула очень интересную тему про исследование в Давосе, которое мы представляли, рынок труда в Казахстане, и мы пришли к выводу, что у нас все-таки рынок труда, он точечный, да, то есть надо смотреть по регионам, это не обязательно, что Казахстан на 60-м месте, и это не значит, что в каждом регионе. И очень интересная программа ЕЛЮМ-Т, которую Гульмира Булатин тоже рассказала, поделилась. Также Олег Игоревич затронула очень интересную тему про атлас новых профессий, про требования нынешние, и что нас ожидает в будущем, про нужную инфраструктуру, что нужно подходить к этому вопросу более обширно. Теперь у нас, давайте перейдем к пару вопросов у нас. Я вернусь. Мухит, он спрашивает. И вопросы как бы открыты. Медики выезжают за границу в большом количестве. Это еще критично в настоящее время, в пандемии. И что делать? Кто бы хотел ответить на этот вопрос? Знаете, я что могу сказать? Вот я тоже еще в ассоциации HR-менеджеров Казахстана, и мы недавно проводили большое исследование, тоже при поддержке про ООН, оценки зрелости кадровых процессов. В Казахстане по разным секторам экономики. И вот я была очень удивлена, потому что мы смотрели разные отрасли, в том числе здравоохранение. И у нас методика заключалась в том, что мы опрашивали не только HR-специалистов внутри, какие кадровые процессы, какова удовлетворенность, вовлеченность персонала внутри организации. Руководители спрашивали, насколько они удовлетворены тем, как решаются у них кадровые вопросы, технологии, как применяются в управлении людьми и так далее. И я была удивлена результатами здравоохранения. То есть я думала, что мы получим очень низкие результаты удовлетворенности условиями труда у врачей, у медиков. То есть у нас есть определенные международные стандарты оценки. Мы называем это вовлеченность, в ходе удовлетворенности условиями труда, лояльность, поддержка инициативы работников. И я прогнозировала, что в здравоохранении будет прям совсем все плохо. Ну, в образовании, наверное, тоже будет не очень. В каких-нибудь других отраслях будет получше. И вы знаете, индекс вовлеченности персонала в медицинской организации где-то около 63% у нас был. Это хороший высокий индекс. То есть это на уровне хороших организаций. Мы когда стали исследовать дальше и смотреть влуд, то есть там сама профессия по себе, она предполагает, что там остались и ушли сразу. Люди особенные, люди какие-то вот рожденные отдавать, рожденные помогать. Вот с какой-то вот такой вот ценностной своей внутренней личностной структурой очень большой. И на этом все и держится. Поэтому, конечно же, огромная проблема есть в здравоохранении в том, что люди почему-то страдают, потому что у них очень много вакансий и реально очень большой недобор персонала. То есть если, допустим, поликлиника или больница должны работать, к примеру, 150 человек, а работают 70, а на остальные вакансии никто не идет работать. Просто нет этих людей, которые бы сейчас пошли на эту зарплату работать. В результате каждый врач или сестра работает один за троих. И при этом они еще сохраняют силу духа, сохраняют лояльность организации, особенно они довольны отношениями внутри, той поддержкой, которую они друг другу оказывают, отношением к своим руководителям, зав. отделениями и так далее, и так далее, вот этим почтением, уважением друг к другу и к своей профессии. Поэтому, конечно же, очень критичное время сейчас. Здравоохранение, я бы сказала, и само в опасности, и именно из-за большого дефицита кадрового, который сейчас происходит. на те люди, которые остались, мы просто преклоняемся перед ними, но еще и удивляемся, как они еще удерживают, те, которые мы не работаем в этой отрасли. Хорошо, спасибо. Да, недостаток кадров, наверное, особенно сейчас как бы заметен именно в медицинской сфере. Следующий вопрос у нас насчет рынка. Каково процентное соотношение внедрения новых профессий на рынок по сравнению с предыдущим годом? Есть ли у вас какие-то, может быть, примерные статистика? Я, наверное, могу вопрос ответить. Я думаю, что скажу так, что статистика такая не ведется. Почему? Потому что разделение новой профессии, не новая профессия, это только новый термин, который начинает, наверное, появляться. Но я уверен, что сейчас представители КБТУ на этот вопрос ответят. Почему? Потому что у них появляются новые профессии, и вот опять же, что значит новый и не новый, это вопрос. Но однозначно я скажу так, что часть вузов, в частности, вот Азербайев университет, КБТУ, Атараус университет автегаза, они стараются быть очень, они очень близко работают с производством, они стараются и внедряют новые профессии. Я вот слушал, когда в этом году, 10 сентября были доклады, я, по крайней мере, точно помню, там были как раз доклады о том, что ряд новых профессий, новых специальностей запускается в КБТУ. Но вот этот процентаж, сколько их, к сожалению, пока сказать, трудно. И опять же, в силу того, что многие специалисты, вот, например, энергетики, когда обсуждали, и они сказали, что нам нужны специалисты по альтернативной энергетике, как организмский политехнический вуз сказал, что так мы уже с 2004 года их готовим. На что производственники сказали, ничего себе, а где же они тогда, если вы с 2004 года готовите, магистрантов упускаете, мы их не можем нанять на работу, где же они тогда, либо как вы их готовите. То есть этот вопрос пока не имеет четкой методологической, наверное, какой-то базы для оценки. Но скажу так, что вузы Казахстана, на мой взгляд, отслеживают этот вопрос, и новые профессии, ну, они внедряются. Я вот сейчас передам слово представителю КБТУ, он, наверное, прокомментирует как раз этот вопрос. Да, спасибо большое. На самом деле, да, буквально хотелось бы отметить, совместно с компанией ЭНИ, которая представлена в Казахстане по нефтегазовому направлению, три года назад обратилась к нам о отсутствии специалистов в области, как мы назвали потом это направление в магистратуре, Industrial Project Management and Engineering, то есть управление промышленными проектами и инженериям. Действительно, в Казахстане не было таких специалистов. Их много, может быть, и не нужно, но объединившись с ними, мы запустили программу магистратуры двухгодичную, и уже второй год, вот в этом году был первый выпуск, буквально 10 человек, 10 специалистов в этом направлении мы подготовили. При этом, конечно же, большая проблема заключается в том, что и преподавателей в этом направлении не так много. В этом плане они нам помогли, они привлекли со своей компанией специалистов ЭНИ Проджекте, и их преподаватели, спасибо им огромное, поддержали они за свой счет, приезжали сюда и читали для наших магистрантов как раз лекции в течение двух недель по актуальным направлениям. И таких примеров мы все больше и больше стараемся совместно с индустрией запускать. Не в бакалавриате, потому что в бакалавриате 4 года все-таки будет тяжелее, а магистратура – это двухгодичная или полуторагодичная программа. И здесь переподготовить, запустить новую программу, новую специальность, конечно, намного легче. И мы практикуем у нас в университете, стараемся идти в ногу со временем. В этом году мы запустили Центр по созданию проблем коррозии совместно с казанной газом на базе Института катализа топлива и электрохимии имени Сокольского. Ну и, конечно же, где брать специалистов. Также обсудив, мы запустили программу по материалованию и проблем коррозии. Именно под это направление, чтобы подготовить своих специалистов. Своих специалистов, которых в Казахстане на самом деле не так много. Поэтому, да, в этом направлении мы стараемся двигаться, работать тяжело, но время говорит нам, как рынок диктует. Спасибо большое. Да, действительно, вузы, они стараются, ну, на примере КБТУ, мы видим, что вузы стараются шагать в ногу со временем, подготавливать кадры, которые сейчас острый недостаток в нашей стране. Уважаемые зрители, у нас, к сожалению, буквально пять минут. Я бы хотела попросить наших гостей, может быть, высказать, как бы, пару в одном или двух предложениях, что вы думаете вообще, какой у вас на будущее, что бы вы пожелали молодежи именно в одном или двух словах. Спасибо, у нас еще вопрос есть от Мадины. От Мадины. Хорошо, Мадина, пожалуйста. Добрый вечер, коллеги, спасибо, что вы так откликнулись. Я вот новый член ассоциации и очень рада с вами вместе праздновать. Знаю лично Гульмиру Булатовну, один из менторов этой программы, менеджеров по развитию. Это, конечно, надо обсудить отдельно. Я всегда на все смотрю очень критично. Хотела сказать, что, конечно, все, что вы говорите, это правильно, но как ассоциация, почему мы объединились, мы все-таки хотим изменить институциональную среду. У меня вот PhD по паблик полосе. И вы знаете, что на рынке, чтобы встретились спрос и предложения, они встречаются на уровне заработной платы. И в соответствии с этим, конечно, нам нужно изменять законодательство, которое регулирует условия найма. Высококлассные специалисты, они не обязательно должны сидеть 8 часов в день, в офисе, чтобы приводить к какому-то результату. И, к сожалению, в этом плане у нас трудовое законодательство не так пластично. И комментариев для Олега Мецикова все-таки нет. Мы боремся за комфортное рабочее место, а мы не позволяем никакого даже психологического давления со стороны коллег и других, тем более сексуальных домогательств или каких-то еще других. То есть мы считаем, что это дурное наследие мы должны изгонять, потому что в нашей культуре, в Центральной Азии никогда не было неуважения. У нас всегда была демократия, и люди, даже дети голосовали, и дети участвовали в принятии решений. Поэтому вот мы бы, вас бы еще раз, я думаю, мы с вами еще дальше продолжим дискуссию в плане того, как нужно улучшить законодательство и условия труда для того, чтобы ребята, которые получают хорошее образование, с удовольствием оставались в стране. И я полностью с вами согласна в плане того, что нужно учить их создавать рабочие места. Поэтому нам нужны люди с квалификацией PHD, и мы очень хотим, чтобы наши мемберы не просто приезжали и занимали что-то место, а чтобы они создавали такие проекты, которые бы создавали большое количество рабочих мест, в том числе и в тех направлениях, где высокая добавленная стоимость, потому что вы сами знаете, что заработная плата складывается из определенных компонентов, и мы не можем оплачивать некоторым людям, да, обещать заработную плату, если мы не умеем зарабатывать. Вот, поэтому, конечно, мы хотим с вами продолжить диалог. Давайте вместе лоббировать интересы людей с высокой квалификацией, чтобы они могли получать достаточно такую хорошую компенсацию за свой труд, и не обязательно, чтобы они работали только в одном месте. У нас вот какой-то вот этот парадокс, наследие не совсем понятное, когда человека зажимают институциональными условиями, и он вынужден работать в одном месте, и вы знаете, молодые люди, они любят гибкость, они любят свободу, и мы хотим вот постараться создавать такие рабочие места, и надеемся, что КБТУ, один из таких, как, примеров, да, хороших рабочих мест, мы, наоборот, должны показывать те институты и ставить их в пример, где такие рабочие места есть, то есть мы любим критиковать государство всех, и вся, и плохие стороны показывать, но все-таки давайте и показывать best practice, то есть говорить, что, ну, есть у нас такие начальники, которые могут вдохновить ни одного человека на такие, в том числе и на подачу грантов, очень рады, что Марат Бектрюбергенович сам лично подает на гранты, и создает рабочие места, да, потому что один грант за собой несет большое количество рабочих мест. И Гульмира Валатовна тоже создала большое количество рабочих мест с этим проектом. Поэтому, коллеги, я вас полностью поддерживаю, спасибо вам, и давайте продолжим, давайте не останавливаться на вот этой встрече, все-таки думать вместе, как мы сможем создать вот эту благоприятную среду. Спасибо, Мадина. Можно я очень кратко реплику дам? Вот сейчас уже в парламенте находятся законопроекты по аутсорсингу, аутстаффингу персонала и по удаленной дистанционной работе. То есть это те дополнения в трудовой кодекс, которые позволяют рабочие места сделать более гибкими. И вот огромная просьба, мы как Ассоциация ЧАР сейчас собираем предложения от своих членов, да, вот именно разработчикам этого проекта законодательства. Поэтому до 22 ноября, пожалуйста, вот я дала свой электронный адрес, если у вас есть какие-то пожелания, проблемы, примеры, которые важно было учесть в законодательном поле, пожалуйста, пишите. Вот я их передам разработчикам, да, это тоже члены нашей ассоциации, которые работают в этой рабочей группе Минтруда, да, очень сильные эксперты именно в трудовом законодательстве. Давайте работать вместе в этом плане с удовольствием. Спасибо большое. Ну, я думаю, в общем, у нас сегодняшние спикеры, они показали очень хорошие примеры, что все-таки у нас, может быть, утечка мозгов, эта картина не такая уж и плохая, да, что у нас все-таки есть возможности для молодых исследователей. И при креативности, которая и в soft skills, да, как мы говорим, там, коммуникации, с навыками, нужными, с навыками у молодых специалистов могут открыться много дверей в Казахстане, не уезжая за рубеж. Буквально пару слов, если я могу попросить. Гульмира Булатвина, ваши пожелания. Ну, наверное, пожелания такие, будьте всегда готовы к изменениям, поэтому будьте всегда готовы сами меняться. Если вы сумеете менять себя, то вы сумеете менять окружение и окружающих. Спасибо. Марат Пекто-Любергенович. На самом деле, я абсолютно согласен. Действительно, в первую очередь, конечно, требования мы с удовольствием готовы выслушать от вас, что вы бы хотели, но в то же время не забывайте, что и нам нужно от вас. Поэтому, поскольку здесь PhD-докторанты, которые, конечно, пожелаю в первую очередь защититься, хорошо защититься, ну и найти то направление, по которому, как говорится, и душа, и всем своим они были бы довольны. Спасибо. Спасибо. Олег Игоревич. Я согласен с Владимиром Владимировичем. Я бы добавил лишь одно, что мне кажется, нужно помнить о том, что несмотря на то, что докторанты – это люди науки, но современный мир предполагает, что все мы созидатели, и в этом смысле мы всегда несем не только научное знание, но и какой-то прогресс, и нужно вот эти созидательные вещи, создавать условия, создавать проекты. Почему? Потому что докторант – это человек с очень высоким уровнем подготовки, и кто, если не они, докторанты, будут заниматься трансформацией общества. Мне кажется, вот эту социальную роль, предпринимательскую роль, которую докторант тоже может играть, нужно тоже рассматривать. Я бы даже так предложил или сказал, а давайте докторантов собирать и обсуждать именно вот эту предпринимательскую версию, предпринимательскую линию. Почему? Потому что, на мой взгляд, если это добавить еще к высокой научной подготовке, потому что это люди с высоким уровнем логического мышления, с высоким уровнем прогнозирования, предпринимательскую жилку, предпринимательский взят, командную работу, мне кажется, это даст большие плоды как для самого участника, так и для нашей экономики в целом. Спасибо большое, дорогие участники. Надеюсь, сегодняшняя наша сессия была полезна. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, перенаправляйте наш e-mail. Спасибо организаторам, Алье, Мадине. На этом наша сессия пришла к концу. Спасибо большое за внимание. Хочу еще сказать спасибо большое, Жанна Маратовна, вам за организацию этой встречи, приглашение спикеров очень-очень ценим и рады познакомиться со всеми. Надеемся, что еще продолжим диалог. Спасибо, Агурсим. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.